поговорим мы сегодня про тестовый фреймворк под названием test ng я много достаточно с ним работал и удалось там покопаться в его глубинах в общем обнаружить какие-то интересные вещи и вот я хочу как раз ими поделиться немного о себе в общем я автоматизатор в дата арте работаю больше уже трех лет в основном пишу тесты на java и столкнулся с такими типами тестирования как end to end backend в частности rest api и датабейс юнит тесты писал performance security и так далее в общем какой у нас план на сегодня первое чему поговорим это какие-то фичи тест ng которые не так просто найти в открытом доступе да они не может быть даже не указаны в документации или них так хорошо покрыты какими-то обучающими материалами в общем я к ним приходил со временем да там через какие-то обходные пути 2 2 часть доклада будет о проблемах тест ng и о том как они решаются зачастую они решаются с помощью каких-то третьесторонних третьесторонних библиотек и я расскажу как они называются какие они проблемы решают ну и окончательная часть доклада будет про то что каким тест ng будет в будущем и какие у него вообще перспективы на рынке тестовых фреймворков вообще тест ng появился немного появился в 2004 году и на тот момент это был конкурент g-юнита который был де-факто стандарт в java мире и тест ng предлагал очень революционные фичи на тот момент такие как параметризация тестов тест-driven development грубо говоря тест factories это возможность параметризации тест-классов в рантайме конфигурацию своих тестов через xml и запуск параллельных тестов и достаточно гибкая настройка запуска параллельных тестов но имеется ввиду то что мы можем запускать параллели тесты параллелить либо методы либо классы либо группы классов да то есть на разном уровне делать параллелизацию и также тест ng предоставлял довольно гибкую модель расширений ну по-простому лиснеры которые во многом очень интересные можно использовать так ну переходим к первой части доклада интересные фичи которые я обнаружил со временем значит первое это достаточно простая но необычная вещь в общем наверное все знают что тест ng позволяет параметризовать тесты с помощью дата провайдеров дата провайдеры это такие методы которые возвращают либо двумерные массивы либо итераторы массивов объектов и в общем ну с помощью дата провайдеров мы можем запускать несколько одинаковых тестов с разными параметрами ну и таким образом у нас получается получается тест driven development вот данный пример на картинке который изображен это такой стандартный вид дата провайдера вот он возвращает двумерный массив объектов почему он возвращает его потому что у нас есть внешний массив который отвечает за то сколько тестов мы запустим и есть внутренний массив который в данном случае два внутренних массива cedric и число 36 и она число 37 вот эти параметры отвечают за то какие объекты мы будем передавать сам тест каждый из них то есть в данном случае мы будем передавать в каждый тест по два параметра и на таком примере двумерные массивы это достаточно логичное решение но что будет если мы захотим передавать не два параметра в тест один параметр в таком случае данная конструкция будет выглядеть несколько излишне вот в данном примере мы хотим передавать кого-то юзеров тест и тут ну вот можно увидеть до что принципе объявлять массив состоящий из одного объекта но это как-то чересчур вот и ну и массивы на самом деле в джаве это достаточно такой можно сказать устаревший тип потому что с ним ничего нельзя по сути делать ты можешь в него запихнуть объекты можешь вытащить из него объекты как бы все в джаве есть коллекции они достаточно лучше развиты в том плане что ты можешь с ними делать много интересных вещей такие как сортировать фильтровать ну и в общем все остальное а с массивами ты такое делать не можешь это очень неудобно я на самом деле с массивами достаточно редко работаю вот в частности из-за того что они такие неудобные и я постоянно забываю вот как их объявлять да ну на этой картинке кажется что все легко там открываешь пару скобок и все готово но когда ты пытаешься это вспомнить через несколько месяцев начинаешь открывать скобки у тебя там начинает ругаться идея и в общем никогда с первого раза у меня не получалось честно говоря поэтому мне такой подход не очень нравился если я хочу передавать тест один параметр то почему я не могу объявить массив одномерный и передавать одномерный массив из юзеров поэтому мне такой подход не нравился и в итоге оказалось что можно все-таки объявлять одномерный массив но в документации это нигде не было сказано вот если мы посмотрим то пример внизу он абсолютно такой же как и пример вверху он то есть работать будет функционально также в рамках тест нж но я думаю все согласятся со мной что он выглядит намного чище ну можно сказать элегантнее да и вот можете заметить здесь есть типизация если в верхнем примере мы объявляем двумерный массив объектов то в нижнем примере мы объявляем массив юзеров и это как бы статическая защита от дурака грубо говоря вот поэтому такая штука есть но она не указана в документации тест нжи почему она не указана там потому что эта документация устарела причем очень жестко последний раз я думаю она обновлялась в году так 2000 наверное седьмом и ну это ни в какие рамки не лезет по моему еще что я хочу здесь заметить то что я скопировал этот код из своего редактора это интелли джиде и он у меня видите возвращаемый тип метода внизу выделен красным цветом почему так потому что работает тест нжи плагин в идее и в нем написано то что дата провайдер может возвращать только двумерный массив или итератора массивов и в общем то почему так создается вопрос да потому что действительно верно если мы зайдем на страницу тест нжи плагина то мы увидим что он последний раз обновлялся в 2007 году поэтому ну такой вывод что не верьте не документации тест нжи не тест нжи плагина вот та вещь которая выделяется красным это просто инспекция как бы warning вы можете его игнорировать вы можете его просто отключить можете не обращать на него внимание да он не помешает вам запустить теста и все будет работать отлично окей перейдем к следующему сервис loader это фича не специфичная для тест нжи сервис loader это механизм который встроен в джаву начиная с 6 версии но вот конкретно в этом фреймворке очень удобно он применяется и я в ходе всего доклада буду показывать дополнительные примеры как его можно применять в общем давайте посмотрим все на конкретном примере у нас есть тест нжи listener это такая штука как в фреймворке которая позволяет вам менять поведение тест нжи и добавлять туда свою кастомную логику в данном случае я хочу чтобы у меня перед каждым тестом и после каждого теста выводились логи поэтому я имплементирую интерфейса и тест нжи в котором есть методы он то старт он то сексес и он тест файлер вот и данный лисонер он как бы применим ко всем моим тестам у меня что юайные тесты будут начинаться заканчиваться что опишенные и в общем любые тесты которые я буду запускать у них у всех есть начало и конец я хочу чтобы они все логировались и мне будет не очень удобно проходить и добавлять этот лист нер каждому своему тестовому классу чтобы на него применилась эта логика в общем оказывается что есть механизм как раз таки сервис loader который позволяет применить ваш лисонер ко всем тестовым классом как это делается мы идем в ресурсы нашего проекта и создаем там папку metainv.services и создаем внутри нее файл с названием базового интерфейса лисонеров тест нжи а это стенджи лисонер и внутри этого файла мы записываем все наши лисонера которые мы хотим чтобы запускались для всех тестов вот в данном случае видите можно указать не только один какой мы хотим а их можно может быть несколько каждой из новой строки и тут важный момент за то что надо указывать не только название класса а и в общем ну полный путь пакет пакет и класс в общем мы еще к этому вопросу вернемся чуть попозже как это применяется в других местах и сейчас поговорим про блокирование параллельных тестов в общем я надеюсь все понимают что бывают такие моменты когда разрастается у вас тестуют становится огромное количество тестов и вы хотите чтобы они запускались не последовательно параллельно при этом у вас есть какое-то логирование и когда вы начинаете запускать эти тесты параллельно то в логах ничего не понять потому что тесты идут нескольких потоках и логи логируется допустим в консоль они все идут в перемешку вот давайте рассмотрим на примере у нас есть тестовый класс ну в нем три теста ok и к нему применен лисонер логер лисонер который логирует начало теста и конец теста что мы получаем когда мы запускаем наш тестовый класс в параллельном режиме мы получаем то что у нас нет четкого понимания того какие логи принадлежат какому тесту и ну понятно что если у нас в нашем тесте будет не один лог а несколько строчек логов то мы там вообще ничего не сможем понять и в общем разобраться в этом будет очень тяжело и как бы мы хотели чтобы это происходило мы бы хотели чтобы у нас были четкие разделения между тестами вот как допустим последовательном запуске сначала идет все логи с первого теста потом со второго теста потом с третьего теста и тогда мы уже если ты ступал можем спокойно продебажи да там посмотреть какие степы были выполнены какие до каких мы не дошли и все прочее ну как это сделать в общем все достаточно просто вам потребуется только три шага и я расскажу это с применением всем хорошо видно расскажу это с применением одного из логирующих библиотек но вы можете применить это на любой своей которая у вас там будет ну примеры бывают разные есть слог по джей лох по джей 2 лог бэк неважно в принципе во всех этих библиотеках будет будут те или иные механизмы для достижения необходимой цели так вот какие у нас будут три шага первый шаг это мы определяем логику которая будет собирать все наши логи по ходу каждого теста и куда-то их складывать следующий шаг мы подключим эту логику к выполнению наших тестов и после этого мы напишем код который будет все эти накопленные логи выбрасывать в консоль показывать пример я буду на библиотеке которая называется тайне лог это достаточно простая библиотека которая настраивается минимальным количеством усилий но опять же как я и говорил вы можете применить это на любом друг на любой другой библиотеке в общем первый шаг это мы создаем расширение для нашего логера вот в тайне логи расширение называется райтер и я имплементирую интерфейс райтер и здесь достаточно много кода но самое важное это последняя строчка которая вызывает reporter reporter это класс в тест-н-жи который позволяет логировать для какие-то вещи для каждого из ваших тестов и он сам внутри себя определяет какой тест сейчас запущен и куда нам нужно определить тот лог который мы хотим записать в него то есть нам не нужно об этом беспокоиться класс reporter сам это все сделает и все что нам нужно это в общем то одна строка идем дальше второе это мы подключаем наш наше расширение к репортеру точнее к логеру я это делал с помощью лисонера который называется execution listener он запускается до того как все тесты начнутся и после того как все тесты начнутся в общем мне нужен был конкретно метод он экзекьюшен старт для того чтобы настроить мой логер до того как в общем начнутся какие-либо действия относительно логирования вот здесь ну в общем в каждом в каждой библиотеке будет по-своему реализована конфигурация но вот данном случае я просто определяю то что мой кастомный тест лог райтера он пойдет в список моих логеров и следующий последний шаг это мы берем айтестли снир лисонер в тест нжи который ну в общем который запускается в начале теста и в конце и вот в данном случае мы используем методы on test success и он тест фейлер потому что мы хотим логировать вне зависимости от того прошел тест или нет определяем просто метод flash logs который по объекту айтест резалт этот объект который хранит о себе всю информацию о тесте то есть название теста какое-то описание группы в которые он входит тест класс которым он которому он принадлежит и в общем то все что нам нужно это передать этот объект в класс reporter и он уже сам у себя внутри определит какой тест мы хотим взять и какие логи для него мы записывали ранее в нашем extension для логера вот он нам возвращает лист наших логов и все что нам остается делать это просто распечатать их в данном случае я использую систему от println виде метод референса это фича которая была добавлена в java 8 все вообще знают что это такое круто java 8 это супер я вам всем рекомендую если еще кто не перешел то вам это нужно сделать как можно быстрее так окей значит первая часть доклада у меня окончена те вещи которые я хочу подчеркнуть это то что документация тест инжи и тест инжи плагин для идеи устарел устарели и в общем не стоит на них обращать всегда внимание до принимать их за принимать их на веру далее если у вас в ваш тест передается один параметр то не используйте двумерные массивы для этого потому что это излишне лучше объявить одномерный массив причем типизированный это будет и лучше выглядеть и намного проще покажет вашу мысль что вы хотите донести сервис loader используется для того чтобы применить ваши лисонеры ко всем тестам и и тест инжи reporter вы можете использовать для того чтобы логировать тесты во время параллельного запуска в общем хочу спросить если у кого-то вопросы о первой части доклада чтобы мы быстренько вернулись сервис loader это не костыль это фича тест инжи и по дефолту ваши лисонеры применяются только тогда когда вы их явно объявите то есть есть несколько разных способов как применить лисонер к тестовому классу это первое это вы объявляете нотацию лисонерс на тестовом классом дальше вы можете в xml к прописать тег лисонерс вы можете также передать его в командную строку если вы запускаете через мавин или граду может быть еще есть какие-то способы я сейчас не вспомню но все это надо делать постоянно то есть нет такого способа когда вы сможете ваш лисонер применить ко всему вот прям сейчас вот вы новой написали и вы хотите чтобы она для всего запускалась вам нужно по всем вашим xml к пройтись там проставить лисонер или по всем вашим классом пройтись снова же опять проставить а если вы не хотите это делать то легче всего будет использовать сервис loader вот создать один файлик и прописать там ваш лисонер который будет применяться ко всем тестовым классом еще есть вопросы окей тогда идем дальше те проблемы с которыми я столкнулся в тест инжи и как они решаются ну в общем ни для кого не секрет что software это штука которая содержит баги может быть не всегда даже баги может быть это даже какие-то принципиальные вещи которые разработчик специально туда не поместил мы этого хотим ну что делать можно написать свои костыли можно использовать чужие костыли я общем за то чтобы использовать чужие костыли потому что не приходится писать свое и обычно чужие костыли они в какой-то мере даже лучше потому что они тестировались другими людьми да и они уже скорее всего напоролись на какие-то ошибки в общем давайте посмотрим первый пример как сделать так чтобы лисонеры запускались в определенном порядке значит допустим в нашем проекте появилось большое количество лисонеров и между ними есть какие-то зависимости мы хотим чтобы они запускались вот в определенном порядке да вот сначала 1 2 потом 3 4 я вот расскажу пример со своего проекта как у нас работает у нас есть скриншот лисонер который делает скриншоты для юай тестов есть лог который лог лисонер который создает лог файлы для каждого теста еще есть другой лисонер который в рантайме генерирует атрибуты определенные для репортинга и у нас есть алюр лисонер который после этого всего делает какой-то красивый репорт который можно потом показать всей команде и рассказать какие мы молодцы что мы запилили спринт кто знает что такое лир лисонер и алюр репортер ну круто вообще не услышал еще раз да я сейчас расскажу обязательно алюр репортер это такая классная вещь которая позволяет вам сделать красивый репорт и расшарить его на всю команду в общем генерится этот репорт достаточно простым образом он подключается к любым тестовым фреймворком и к тест нж и к джи юниту и к кукум беру да вы можете также интегрировать его с какими-то другими библиотеками такими как resta short тот же сиренит если вам нужно в общем это классная вещь которая очень легко позволяет красиво показать ваши тесты вот и значит что нам нужно сделать нам нужно чтобы в нашем репорте появились наши скриншоты которые мы делаем в ходе тестов и появились наши логи и для этого нам нужно чтобы скриншоты и логи сделались до того как запустится алюр listener потому что он уже в итоге это все собирает и формирует из этого репорт если у нас алюр listener запустится до того как сделается скриншота скриншотов у нас не будет в репорте ну в общем то желание простое да как что что получится если мы запустим тестовый класс вот в такой конфигурации в реальной жизни получится вот так у нас сначала запустится log listener потом запустится алюр listener потом запустится story feature listener я кстати не рассказывал что это такое но на самом деле не и не думаю что это имеет большой смысл но он тоже зависит от алюр listener и в общем то он конкретно на него заточен я не буду вдаваться сейчас подробности но тем не менее скриншот лесенера запустится последним понятное дело что скриншоты в репорт не попадут и в принципе это логично потому что тест нж изначально даже в своей документации пишет что мы не гарантируем вам порядок выполнения listener никаким образом если у них это черным по белому написано и можно даже не жаловаться не создавать им и шью на гитхабе в общем так есть и просто смиритесь с этим да есть энтузиасты которые решили не мириться с этой проблемой и написали свою библиотеку она называется тест нжи foundation вот я указал внизу депенденции которые вы можете подключить у себя на проекте и использовать ее я сейчас расскажу что надо сделать чтобы запустить лист неры в нужном порядке для себя опять же используем сервис лодер или если у нас уже этот файл есть мы просто добавляем новую строку да вот в самом низу показано listener chain называется listener который отвечает за порядок listener то есть это такой listener который отвечает за другие леса не рада небольшой эксепшен инсепшен получается ну или в общем если мы еще не использовали сервис лодер то просто создаете файлик и добавляете туда эту строку вот и все что потом надо сделать это поменять аннотацию listeners на аннотацию linked listeners и в итоге леса неры запустятся именно так как нам нужно сначала скриншот listener и последний будет allure listener и в общем то все будут довольны следующая штука о которой я хочу поговорить это аннотейшн трансформер это тоже лис и не в тест нжи достаточно интересный вот я привел здесь пример как можно использовать такой лис и нер в общем у у него есть метод единственный метод который вы можете определить это трансформ и он принимает себя четыре параметра но вам нужно знать только двух из них потому что только в два из них придут какие-то значения вот первый параметр это айтас аннотейшн это собственно аннотация и не кстати не сказал что аннотейшн трансформер нужен для того чтобы менять в рантайме атрибуты аннотации а аннотация этот тест мы над каждым тестовом методом обычно ставим аннотацию тест вот и атрибуты этой аннотации можно менять с помощью аннотейшн трансформера значит как раз таки через объект а это аннотейшн мы это можем делать вот и дальше идут три параметра класс конструктор и метод это в общем то те объекты над которыми мы можем ставить аннотацию тест обычно мы это делаем над методами поэтому ну вот данном случае привел пример с методом значит тело метода она в общем не будем в него вдаваться в подробности но этот аннотейшн трансформер я взял его с реального проекта он меняет атрибут инвокейшн каунт это то сколько раз мы хотим запустить конкретный тест вот такие дела в аннотации тест очень много атрибутов это и не болт и дата провайдер и сред пол сайс в общем мы тоже используем аннотейшн трансформеры для того чтобы допустим в рентайме отключать какие-то которые нам не нужны и это все очень легко удобно делается с помощью аннотейшн трансформера но что происходит когда у нас появляется в проекте несколько аннотейшн трансформеров происходит не очень хорошая вещь тест анжи просто не позволяет запускать несколько аннотейшн трансформеров во время одного тестового рана вот на слайде я привел и шью из гитхаба который как раз освещает именно эту проблему и таких дефектов много открыто в проекте тест анжи и они все не резоваться именно потому что разработчик сказал что я не хочу делать такую поддержку потому что мне кажется что люди ну грубо говоря наступят себе на ногу таким образом ну и я не хочу мириться с такими вещами я просто призываю тест анжи чтобы он мне помог значит используем аннотейшн трансформер аннотейшн ой боже мой тест анжи foundation опять же используем сервис loader но при этом мы создаем новый файлик который называется linked listener и в него мы уже добавляем любые любое количество аннотейшн трансформеров какое хотим и кому интересно как это работает внутри linked listener это как бы сам по себе аннотейшн трансформер и он внутри себя вызывает другие аннотейшн трансформеры которые мы объявляем в общем-то в этом файле поэтому получается так что тест анжи думает что мы вызываем один от аннотейшн трансформер а linked listener вызывает внутри себя много других и таким образом обходится вот это нездоровое ограничение окей идем дальше что делать если мы хотим запускать какие-то before или авто методы перед определенной группой всем известно наверное что в тест анжи есть довольно распространенные такие аннотации как before метод и before group before метод запускается перед каждым тестом в вашем тестовом классе вот в данном случае у меня тестовый класс он состоит из четырех методов четырех тестов и если я объявлю там before метод то он запустится перед каждым из них и есть также аннотация before group она запускается один раз перед всей группой тестов у меня в simple классе объявлено два теста которые содержат группу special это такие особенные тесты и аннотация before group она запустится один раз перед этими двумя тестами что если я хочу сделать так чтобы у меня был метод который запускается каждый раз перед методом из определенной группы то есть я хочу чтобы у меня логика запускалась два раза первый раз перед тестом тест 2 и второй раз перед тестом тест 3 тест анжи не позволяет это делать ну вот стандартными методами before метод запустится четыре раза before group запустится один раз мне нужно два раза вот перед конкретными методами я не знаю почему до сих пор не появилась такой возможности в тест анжи у меня было достаточно много таких кейсов в работе когда мне нужно было запускать логику перед определенной группой когда у меня там тестовом классе были несколько объявлены разных групп и перед каждой из них мне надо было что-то делать определенное для каждого теста допустим перейти на какую-то страницу у меня какая-то группа должна начинаться с логин страницы я хочу что перед каждым из этих тестов мы заходили на логин страницу а допустим для другой группы мне надо заходить на другую страницу чека вот страницу и тест инжи не позволяет мне прописать подобную логику вот простым образом как я могу это обойти стандартными методами это я могу написать такой большой метод который будет проверять не содержит ли мой тест группу с определенным названием в данном случае special давайте разберем более детально бифо методе есть возможность инжектить объекты определенные вот один из этих объектов это айтест резалт мы можем заинжектить айтест резалт в бифо метод это штука которая вот стандартная в тест инжи также мы можем помимо айтест резалта айтест контекст туда заинжектить или какие-то другие вещи но вот данном случае айтест резалт он так как нам и нужно содержит всю информацию о том тесте который будет запущен и нам из этой информации нужно достать группы мы достаем группу из этого теста и проверяем то что среди всех этих групп есть группа special и засовываем результат в буллин если есть то мы запускаем определенную логику если нет то не запускаем ну в данном случае логика это просто распечатать какой-то лог ну вариант конечно принципе рабочий да но если нам нужно это делать часто достаточно а у меня на проекте допустим это приходится делать часто то такой вариант не очень подходит потому что мы постоянно дублируем одну и ту же логику да мы там инжекте айтест резалт потом достаем из него группы проверяем на принадлежность конкретной группе и после этого уже определяем нужно нам или не нужно запускать определенную логику в общем-то не котируется что мы можем сделать мы можем использовать третьесторонняя библиотека которая называется extend ng и она позволяет нам объявить аннотацию before method groups в которой мы можем указать перед какой группой мы хотим запустить логику и в самом методе просто прописать логику которую мы хотим запустить без лишних в общем-то строчек кода то же самое можно сделать с помощью аннотации of the method group ну то есть она уже запустится после теста выглядит намного удобнее и проще и не надо дублировать код из класса в класс но тест инжи не стоит на месте и в общем то в следующей версии которая какой-то момент все-таки выйдет разработчики все-таки добавят эту фичу и она будет реализовываться через атрибут only for groups в аннотации before method но тест инжи 7 неизвестно когда он выйдет он планируется к выходу еще с марта 2018 года уже март 2019 то есть прошло 12 месяцев и мы до сих пор не видим результата выходили бета-версии там я пробовал эту штуку она работает но как бы это все-таки бета ее немного но страшно добавлять до в свой проект потому что мало ли здесь работает а где-то отвалится не зря же все-таки назвали ее бетой поэтому ну более как сказать более безопасное решение будет добавить extend ng себе и использовать кастомную аннотацию before method groups и так еще такая бонусная вещь не то чтобы она решала какую-то серьезную проблему которой нет тест инжи но она позволяет немного упростить объявление дата провайдера мы знаем мы уже обсуждали то что дата провайдеры могут возвращать только двумерные массивы ну или одномерные массивы да и с массивами работать неудобно вот появилась библиотека которая называется тест дата сапплайер которая в общем то позволяет объявлять дата провайдеры и возвращать объекты в виде коллекций это самая важная часть также она возвращается другие типы такие как стримы какие-то сингл объекты таплы ну и так далее но в общем самое удобное здесь это то что мы можем работать наконец-таки с коллекциями и вот первый пример дам мы можем возвращать лист интеджеров и второй пример чуть посложнее но я к нему перейду потом но что я хочу сказать сейчас это то что раньше когда мне приходилось работать с массивами мне было очень неудобно потому что я всегда вот вначале объявлял коллекцию делал какие-то действия которые мне были нужны а там фильтровал или мопил на другие типы и после этого уже переводил в массив объектов для того чтобы скормить это потом тест нж это было неудобно а сейчас появилась библиотека которая вот позволяет вам не конвертировать это все в этот массив наконец-то таки от него отказаться да и пользоваться более привычными и удобными вещами такие как коллекции вот второй пример он чуть посложнее тут я показал что в аннотации data supplier тоже есть возможность запуска параллельных тестов это с помощью атрибута run and parallel и в данном случае мы возвращаем лист apple of apple это такие объекты которые содержат в себе другие объекты разных типов это принципиальное отличие от коллекций то что в топы мы запихиваем объекты разных типов а в коллекции мы запихиваем объекты одних и тех же типов и в данном случае в тапу мы запихиваем юзера бина бенни бренда и продукт который они символизируют ну я переименовал fp1 p2 p3 да сейчас не важно что это за продукты но тем не менее и вот наверно внимательные зрители заметят что мы здесь передаем лист объектов то есть в сам тест попадет один объект один параметр там будет а внутри этого тепла у нас уже два других объекта разных типов и для того чтобы в самом тесте потом не доставать эти объекты из тепла мы можем воспользоваться атрибутом flat map для того чтобы тест data supplier за нас развернул этот объект и передал в тест не один объект apple а два объекта которые лежат внутри него это юзер и продукт вот такая получается ну еще большее упрощение и ну в данном случае нам опять же таки не требуется юзать двумерные массивы мы можем пользоваться обычными листами и всеми их прелестями так ну и выводы по поводу этой части используйте стенджи foundation для того чтобы запускать лисы неры в нужном порядке также вы можете использовать его для того чтобы объявлять несколько аннотейшн трансформеров и запускать их вашем тестовом ранее используйте стенджи для того чтобы запускать тебе фой авто методы для конкретных групп и используйте тест дата супплайер для того чтобы упростить работу с дата провайдерами и на данном этапе есть какие то вопросы потому что мы прошли хорошо тогда идем дальше ну небольшие размышления на то что произойдет стенджи дальше значит не за горами релиз стенджи 7 и и я посмотрел на те изменения которые там будут и в общем то не сказать что там прям что-то супер меняется но тем не менее под капотом поменяется многое и в частности это будет переход с java 7 на java 8 и то есть минимальная версия java которая будет поддерживать стенджи это будет java 8 ну это такой принципиальный переход и он достаточно роковой получается для библиотеки потому что долгое время она поддерживала своих клиентов на уровне java 7 и теперь как бы они получаются что отпускают старое и переходят наконец-таки новому я думаю это к лучшему вот ну появится в частности атрибут only for groups который позволит нам избавиться от той проблемы про которую я говорил запуск before методов для методов из группы будут также импровменты документации и очень много бак фиксов что очень в общем то очень хорошо но тем не менее у тест-нжи появился с недавнего времени серьезный конкурент это живет 5 который в общем то сейчас уже содержит достаточно много интересных фич которые в свое время содержал тест-нжи во время релиза вот получается сейчас такая как бы игра в обратную сторону то что раньше тест-нжи превзошел джи юнит ну еще там начале двухтысячных а сейчас джи юнит как бы пытается превзойти тест-нжи на своем же поле ну и я скажу что получается неплохо потому что завезли параметризацию достаточно хорошую завезли параллельный запуск чего раньше не было из коробки появилась даже в общем определение порядка теста в котором вы хотите запустить а в джи юнити принципиально не добавляли эту фичу потому что разработчики считали что тесты должны запускаться в общем-то в хаотическом порядке всегда то есть они не должны зависеть друг от друга ну и также что там классно это то что есть up-to-date документация чего нету тест-нжи уже очень давно ну и выводы которые можно сделать это то что тест-нжи заметно набирает вес но джи юнит догоняет вот у меня на этом все вы можете обратиться ко мне вот с помощью telegram канала или написать не на мыло вот есть qr-коды для презентации и github репозиторий в котором собраны те примеры которые я приводил по ходу презентации для того чтобы вы могли ну вручную до попробовать все те вещи которых я рассказывал на своем примере и применить у себя если вы хотите всем спасибо за внимание